Итак, всем огромный-огромный привет! Что-то давненько меня здесь не было. То отпуска, то еще что-то. Как-то все не получалось снять видео. Но сегодня настало тут... Название его, к сожалению, до сих пор не могу придумать. Это как покупки этого лета, так и покупки под летаемым под влиянием YouTube. Не знаю, выбирайте сами, как вам больше нравится. И главное, правдивое. И тут у меня стоят продукты. Которые бы я хотела вам всем показать. Это мой главный продукт. Ну, давайте начнем тогда. Разделим это. Лаки, помады, пудры. Все. Больше нечего, кстати. Любопытная моя малыш. Посмотрите, как у меня она уже выросла. Была такая маленькая, хорошенькая. А сейчас уже все. Уже большая, прям настоящая собака. Расскажу вам о лаках. Вот это как раз-таки было, наверное, лаки под влиянием YouTube купленные. Девер Липман в оттеночке. Клеопатра in New York. И баттер. Просто классик. Классик? Ред, наверное, да? Не знаю. Написано, come to bed red. Come to bed red. Окей. Говорю сразу правду. Честно. Говорю все как есть. Я действительно приятно удивлена этим лаком. Если учесть, что я тот человек, который очень редко пользуется лаками, и потому что я шелак в основном использую, то, когда я поехала в отпуск, ну, как-то настолько нашумело уже все это в YouTube. Я не знаю. Мне так захотелось уж что-то купить под влиянием YouTube. Мне в этом лаке безумно понравилась кисточка. Она просто чумовая какая-то. Не знаю. Мне она настолько... Консистенция лака и сама кисть очень классная. Очень прям классная. Честно. Я очень часто раньше, и вот сейчас вернулась к своему прежнему опыту, я провела эксперимент. Я периодически крашу ногти, красила, крашу на ночь. То есть я накрасила в 2 или в 3 слоя и легла спать. Этот лак сохнет моментально. Я пользуюсь сушками, в принципе, но это очень редко. Эта штука сохнет без всяких других каких-то средств. мне понравился. Я ему ставлю 5+. Следующий лак мы рассмотрим Дебор Липман. Мне кажется, уже понятно, да, мои впечатления. В общем, я могу сказать, что мне кажется, слишком много шумихи вокруг этого лака было. Я тоже повелась, решила купить. Красивая баночка. Красиво выглядит. Но это такой геморройный лак. Это такой прям ужас с ним его наносить. Он наносится... Ну ладно, не так катастрофично, конечно. Но нанести его нужно в 2-3 слоя. Если ты плохо нанесешь, блестки будут цепляться. У него безумно неудобная кисть. Она как... Лак как клей какой-то. Вот честно вам, посмотрите, я им пользовалась 2 или 3 раза. Он какой-то... Вот. Какой-то он... Не знаю. Держался он у меня, ну не знаю, дня 4, наверное, 3. Но я, конечно, купалась в бассейне. Но даже это он не выдерживал. В общем, много вокруг него шумихи. Я не поняла, почему. И сразу же тут у меня появляется третий лак, который называется Love Yes. Можете даже нигде его не искать, мне кажется. А можете, можете. Было куплено в обычной палатке из серии. Здесь продукты, здесь фрукты, а там косметика. Стоил он 3 евро, по-моему. Офигительный лак. Вот. Это замена. Для меня это замена. Вот честно. Вот. Они, конечно, может он не такой классный, красочный, как вот этот и блестит весь и переливается. Но у него тоже отличная кисть. Он очень легко кладется. Он безумно быстро сохнет. И просто вот он... Мне кажется, аппетитно выглядит. И на ногтях, в принципе, держится нормально, не слезает. А если и слезает в самом конце, через неделю у меня, то он слезает очень аккуратненько, красивенько, ну как-то вот легонечко. Не отковыривается кусками, а просто стирается. Дальше у меня есть еще две пудры. Одна под влиянием, вторая не под влиянием. Это Kiko и Guerlain. Начнем, наверное, с Guerlain. Пудре? Два месяца. Два месяца ей. Мне она очень нравится. Я даже не знаю. Ну, конечно, понятно, можно не комментировать, но эта пудра с великолепным запахом, с легкой текстурой. В оттеночке она у меня номер три, я так понимаю. Да. Очень классная. В ней, конечно, она здесь, по-моему, маленькая совсем. В ней... Не знаю сколько, 7 грамм, да, она маленькая, но это то, что, вот знаете, пользуешься с... И запах приятный. Не знаю, она очень милая, но... Мне нравится, что это не громоздкая пудра. Она всегда можно взять с собой. Она очень красивая вот упаковка сделана. И мне она подходит под... По цвету кожи, она мне подходит по консистенции. Она, когда наносишь ее, ее не видно. Я пойду... То есть это я еще раз куплю. Пудра от Kiko. Это уже на что-то влияние. Мне тоже много у кого там видела. Девчонки распространяли. Это все больше, больше, больше стало я это замечать. И тут мы поехали, когда в Испанию сейчас, на Майорку. В центре горы увидела магазин Kiko. И не смогла туда не зайти. Сама атмосфера, когда ты заходишь в магазин, очень приятная. То есть ты заходишь, все везде очень аккуратненько расставлено. Лаки, помады, 350 вариантов того-сего. И ты там оп, окунулся. В общем, я ехала за... То есть я зашла, я сразу поняла, что я хочу пудру. Но нужно было меня смотреть, как я долго выбирала, какой мне покупать номер. Там второй, вот я взяла в итоге восьмой. Там седьмой, шестой, какой мне братья периодически намазывался на руку, на щеку, бегала на улицу, на свет смотрела. Как это было очень забавно. Отвечение было такое странное. Что могу сказать? Пудра мне сама нравится. Она очень легкая, такой матовая, очень... Вот она такая. Очень приятная пудра. Мне она, то есть, подходит, я ей пользуюсь. Но вот эта сама штучка, которую мы... Я из нее, в принципе, даже искала. Мне она как-то показалась такой... Ну, необычная... Такая упаковочка, вот эта вот штучка. Очень мило, вот как там все делают. Я могу сказать, что мне она вот не нравится. Я пользуюсь обычной, своей любимой от Мак. Кисточка кабуки вот этой вот сюда вместе. И не парюсь, не переживаю. Меня все устраивает. Но она для меня вот выглядит как спонж такой, одноразовый, вот честно. И вот как-то она... Когда я так вот делаю, что она вот эти вот точечки, которые внутри оставляет, и их нужно как-то аккуратненько, или вот съехать. Я очень долго еще стояла у прилавка, около помад, гигиеничек, блесков, всего на свете. Я не знаю, я пыталась там выбрать, потому что там безумное количество, и все очень так сочно выглядит. В общем, я купила себе кисбалм. Вот. Из всего, что у меня есть, если брать кармекс, если брать иосы, я могу сказать, что вот эту мне на первом месте, я кармексом пользуюсь только там зимой, перед сном, намажу и ложусь спать, чтобы у меня губы подсохли, и кутру были хорошие. То это именно бальзам такой для губ с безумным классным запахом. Знаете, представьте, что вы намазали губы оливковым маслом, и оно не сохнет, а вот остается вот такой легкий какой-то, что-то жирненьким, нежным намазали себе губы, и оно держится. То есть не сразу пропадает, а долго, так приятно, впитывает ваши губы. Я не знаю, как это сказать, но это, оно, наверное, в принципе, бесцветное, да, здесь даже не видно цвета, но это то, что надо, вот то, что я не особо любитель помад губных, прям, знаете, ярких, там, розовых, блесков липучих, нет, я люблю больше какую-то натуральность, намазала, чтобы у тебя либо бесцветные какие-то губы, но мокрые, но мокренькие, вот это, вот это вот моя тема, это совет. Был у меня когда-то, что это, блеск, наверное? Ну, я покупаю это только со запахом, мне кажется, я все время подхожу так вкусно пахнет. Карамель, да, это у меня, оно не держится на губах, нисколько, оно липкое, какие-то следы она может у меня ставить на губах, вот липкая, 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 вкусная, липкая, вкусный, липкий блеск. Вот такую штуку я себе еще купила в Сингапуре, бамбу от Альтерна, периодически, когда там влажно на улице, либо дождь прошел, как у многих, пушится голова, не знала, что с этим делать, утюжками я не пользуюсь, и он мне посоветовал такое вот средство, просто распыляешь на мокрые волосы, и он тебе выпрямляет, и делает их мягче. Не сильно, но работает. Вот. Вот такой дорожный наборчик с кисточками от Диор. Классно, да, я забыла? Вот такие четыре матрешки я себе купила. Вот. Лапочки. Я не отклеивала еще здесь. Ну, вот есть такие кисточки. Они маленькие, такие прям, знаете, кто-то говорит, что там неудобно, все это как-то вот, что-то в руках там. Но это я воспринимаю, как дорожный, правда, набор. Удобное зеркало, удобно это держать. И все, это были все мои покупки за лето косметические, так как мое лицо отдыхало. Не хотела еще никого вас загрузить долгим видео. Еще я хочу сказать огромное, просто огромное спасибо за подписки. У меня там, по-моему, сейчас 4, в районе 430 людей. Я приятно удивлена, потому что я не являюсь таким блогером, который записывает очень часто видео, и как-то меня можно где-то часто заметить. Но мне безумно приятно, что вы мне пишете комментарии, что-то, что смотрите, что просмотры растут, еще что-то, знаете, такое внутри, какое-то такое удовлетворение. И просто это круто! Спасибо всем большое! И давайте общаться больше и больше! Если будут какие-то запросы по видео, то я буду стараться их выполнять, потому что мне тоже это интересно, и вы не будете помогать на эту тему, чтобы придумать что-то поинтереснее. Вот так, всем спасибо за просмотр, и пока-пока! Всем хорошего дня!